Всё! Работать мы будем с удалённым сервером. Примерно 3000 рублей и тем самым зарабатывают денежки. Был разработан сервер района в Казахстане. Назовём его Абэма. Абэмена. Сегодня мы перейдём от обычного балабольства к практике. Речь пойдёт про игровые сервера и как на них заработать. Мы можем рассмотреть разные тематики разных игр, но в качестве примера мы рассмотрим GTA Sam. Я уверен, что многие из вас играли в GTA San Andreas, так вот, это онлайн-версия. Если вы играли в GTA, обязательно ставьте лайк. Желательно много лайков. 500 лайков, если эта тема интересна, и мы её обязательно продолжим. Работать мы будем с удалённым сервером. Одним из первых видов заработка, который я освоил в интернете, было создание игровых серверов. Я занимался разработкой серверов Ion. Был разработан сервер Ion в Казахстане, но из-за того, что там плохое интернет-соединение было, всё это дело пошло в никуда. Сейчас интернет доступен всем и каждому, а учитывая технологию VDS, вы можете вообще даже с говнистым интернетом запустить свой собственный сервер и начать на нём зарабатывать деньги. Причём из любой игры, которая это поддерживает. Ничто вас не ограничивает. Помимо создания своего сервера, я также предлагал услугу настройки другим людям, ну, серверов игровых. И платили неплохие деньги. За одну настройку по старому курсу платили примерно 3000 рублей, когда зарплаты были в среднем 15-10 тысяч рублей. Это было давненько. Если вы делаете свой проект, думаю, понятно, что это намного больше прибыль приносит, намного интереснее, есть куда стремиться. В качестве примера можете зайти на какие-нибудь каталоги игровых серверов. Например, Мутоп. World of Warcraft, Lineage 2, Perfect World, Ion, ещё какие-то. Ну, допустим, Ion я делал. Сейчас эта тема всё равно популярна, они рекламируются, сервера, можно их делать разные. Там, реальная жизнь, PvP-шные сервера с повышенными рейтами, там, много-много направлений. Кто разбирается в играх, прекрасно меня сейчас должны понимать. В таких каталогах вы можете посмотреть принцип работы проекта и скопировать для своей страны или создания более интересного сервера. Вот такой каталог. Вот ещё один. Игр очень много. Вот здесь сбоку, я так понимаю, все доступные форматы GTA, Minecraft, Left 4 Dead, Counter-Strike, Team Fosters. Опа! Всякие-всякие игры. Выбирайте и создавайте. Хары базарить, переходим к практике. Вот пример трёх серверов GTA. Они позволяют донатить деньги сюда. Что можно купить? Здесь вот написано, сколько стоит. А вот здесь указываем ник на сервере, сумму оплаты, email, пополнить счёт. Такие паки прикольные есть, люди платят немного денег и у них на сервере появляются дополнительные кредиты, там оружие какое-то, дома, машины, всякое разное. Можно много чего напридумывать. Это и есть донатерская модель. Вот такие донат-услуги. Написано, сколько стоит, различные навыки, комплекты. Ну и последний. Пополнение игрового аккаунта. Всё здесь указано. Сумма, ник, выбираем сервер, нажимаем продолжить, пополняем счёт. Это я вам показываю для того, чтобы вы понимали, что люди сюда донатят деньги, множество серверов существуют, рекламируются у ютуберов, на различных сайтах, но это другой процесс. Сейчас мы переходим к технической части, что это возможно сделать на ВДС. В качестве сервера мы используем ВДС, но о ней мы говорили уже несколько раз. Здесь можно дёшево арендовать сервер, а по промокоду MatchMoney вы получите ещё 50% скидку на использование какого-либо сервера в месяц. Ссылка будет в описании, а мы переходим в личный кабинет, пополняем счёт и создаём сервер. Нажимаем создать сервер, выбираем Windows. Версия 2019 вполне достаточно, всего 16 рублей в день. Если вы разделите на 50%, то это получается вообще 8 рублей в день. Это ни о чём. И этих мощностей вполне достаточно, чтобы держать такой простенький сервер сам. По мере того, как вы будете развиваться, получать донаты или использовать какую-то другую игру, там всякие, несколько может серверов, это вы сами каждый для себя решите. По мере развития вы будете покупать большие мощности, всё это доступно, вы чуть дороже будете платить просто, но это всё, конечно же, будет окупаться, потому что у вас будет больше игроков, больше донатов, всё это понятно и просто. Для демонстрации нам достаточно 16 рублей в день, выбираем дата-центр Москва и всё, больше никаких действий. Нажимаем создать, идёт процесс создания сервера, как только он будет готов, нам придёт информация на почту. Чё, сделаем сервер? Будешь там играть? Ну давай, ещё пукни в микрофон. Наш сервер успешно создан, теперь нажимаем подключение к удалённому рабочему столу. Теперь нам нужно ввести учётные данные, они пришли к вам на почту, это логин и пароль. Администратор, и сейчас введу пароль. Вот так, нажимаем ОК, идёт подключение, да, ага, и всё, теперь у нас удалённое Windows есть, сервер. Теперь мы возьмём, перейдём в параметры, сети интернет, BrandMower Windows, и его отключим, чтобы никаких проблем не было с сервером. Может быть, это и не требуется, ну, на всякий случай. Открываем браузер, который у вас установлен, и пишем sa-mp.com. Переходим в загрузки, скачиваем сам Windows сервер, сохранить, скачивание завершено, открываем папку, копируем сей архив, переходим на рабочий стол, вставляем, и разархивируем. Теперь правой кнопкой мыши на сервер конфиг нажимаем открыть с помощью, и выбираем блокнот. Ercon Password вводим 12345678, хостнейм, давайте напишем деньги в интернете, веб-сайт, youpartner.pro, ну и в принципе, других настроек не требуется. Далее вы сами почитаете различные инструкции, там моды, всё это со временем, узнаете, как устанавливать, запускать, настраивать. Мы сейчас такую базовую демонстрационную версию делаем. Всё это дело сохраняем, и запускаем самп сервер. Наш сервер запущен, всё, больше ничего не требуется. Теперь наша задача узнать IP-адрес, можете скопировать сводейсины, или перейти на 2ip.ru. Скопировали IP-адрес, теперь запускаем самп клиент, нажимаем галочку, и вводим IP-адрес. Окей, и вот появилось деньги в интернете. Пинг есть, всё прекрасно работает. Доступно 50 игроков, сейчас 0. Ну давайте запустим. Всё прекрасно запустилось, написано connected to деньги в интернете, наш IP-адрес VDS-а. Теперь выбираем персонажа. Ну вот, кого вы хотите. Давайте кого-нибудь интересного. Вот, сам АТО, круче некуда. Назовём его Абэма. Абэма, но это всё доступно через скриптеров. Их огромное количество ёлки-палки, буря какая-то началась. Таким образом, вы будете зарабатывать деньги с рекламы, с донатов. Ой, какая-то пыльная буря, чёрте что. Очень распространена продажа админ прав, то есть, человек, донатер, платит небольшую денежку владельцу сервера, и потом может творить чёрте что. Обычно этим промышляет Барсик, он не только продаёт админ права, но ещё и пакостит. Нашёл вот такую штуку, смотрите, как она гоняет. Допустим, вот такая тачка, быстрая, может стать отличным донатерским решением. Человек платит, ну, 5 рублей, 10, это всё будет окупаться с лихвой. А это что за херня? Кто это? А ну прочь, прочь. Аааа! Бабка с пулемётами. Опять прикончила. Зовут её Саня Сосёт. Очень круто, Барсик, спасибо. Вот вам демонстрация того, что сервер прекрасно работает, никаких проблем, два человека поддерживается и поддержится ещё очень много. Чем больше он будет собирать людей, тем вы сможете большие мощности покупать и таким образом зарабатывать денежки. Напомню, что не обязательно работать с GTA, вы можете создать сервер абсолютно любой игры, которая вам по душе лежит к сердцу, вам она интересна, вы хотите её разрабатывать и предлагать людям в различных странах, можете на своём языке всё это. Вот смотрите, чёрт, что здесь творится, а ну стоять. Здесь можно всё, что угодно творить. Вот так садимся, да? И погнали. Многие люди создают сервера по приколу, поугарать с друзьями, но вы можете создать реальный проект, который будет приносить вам прибыль. Я вам это продемонстрировал в начале видео, что существует великое множество серверов, которые поддерживают донаты, существуют в различных каталогах и тем самым зарабатывают денежки. Стоит помнить, что такое решение в виде готовых сборок часто сырое, его нужно допиливать, создавать какие-то свои фишки. Для этого существует огромное количество профессионалов по скриптингу, которые берут небольшие суммы для внедрения того или иного функционала. Если вы боитесь, что это требует огромных вложений, то можете самостоятельно обучиться скриптингу и опять-таки по мере роста сервера покупать большие мощности или использовать собственный ПК. Каждый выбирает путь для себя. По мере того, как будете развиваться, смотрите оптимальное направление. Может быть, одна игра зайдет хуже, чем другая. Все это нужно тестировать, как и в любой сфере заработка. На этом я с вами прощаюсь, желаю удачи в работе и до новых встреч. Барсик, не кусай меня. Субтитры создавал DimaTorzok